Имя Люсиль Болл, несомненно, знакомо всем, кто любит классическую комедию. Её веселый ситком «Я люблю Люси» был революционным для своего времени, и наши родители, бабушки и дедушки передали свою любовь к сериалу многим из нас. Её бывший муж, Дэсси Арнес, был также знаменит во время своего расцвета, поэтому неудивительно, что когда у них родился сын, Дэсси Арнес-младший, он мгновенно стал одним из самых известных людей в Америке. На самом деле, он впервые появился на телевидении ещё до того, как родился, когда был в утробе Люси. Но даже несмотря на то, что он сам стал актёром и музыкантом, снявшись в более чем 30 фильмах и телесериалах, его карьера всегда была омрачена тем фактом, что он был ребёнком своих родителей. И это сыграло свою роль, поскольку Арнес-младший вырос в центре внимания СМИ. Отказавшись от нормальной жизни, он вместо этого склонился к славе. В 1978 году, когда ему было всего 25 лет, он сказал журналу People, цитата, «Много лет назад я был плейбоем» По словам Дино Мартина, любимого друга Арнеза младшего и сына Дина Мартина, Арнес-младший был, цитата, «влюблён трижды в неделю» Мартин также сказал, что когда они были в группе, Арнес-младший буквально волочился за женщинами, и, цитата, «у него не было недостатка в поклонницах» В результате Арнес-младший сам стал отцом, когда ему было всего 15 лет. У него родилась дочь по имени Джули. Её мать, Сьюзен Хоу, в то время была моделью, но роман был недолгим. Арнес-младший не поддерживал отношений со своей дочерью, пока ей не исполнилось 25 лет, и даже тогда они были натянутыми. Ловеласничество Арнеза-младшего было качеством, которое он унаследовал. В своё время Дэзи Арнес-старший имел репутацию самого ловкого бабника. Но распутство Арнеза-младшего привлекло ещё больше внимания, отчасти из-за того, что он был в центре внимания с юных лет , а отчасти из-за известности женщин, с которыми он встречался, в том числе таких крупных звезд, как Пати Дьюк, Лайза Миннелли, Ким Дарби, Тина Синатра и т.д. Но Арнес-младший боролся не только со Славой и женщинами. Как и многие люди, которые родились звездами, он также боролся с наркотиками. Арнес-младший объясняет своё употребление наркотиков самолечением. Актёр вырос в мире, где СМИ постоянно говорили ему, кто он такой. Арнес-младший говорит, что он сам не знал, кто он такой. Помимо ловеласничества, Арнес-младший, похоже, унаследовал от своего отца проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. Кит Тибадо, актёр, сыгравший в конечном итоге маленького Рики в Я люблю Люси, рассказал журналу People в 1989 году, что с Дейзи Старшем не всегда было весело быть рядом. Дейзи был действительно отличным парнем, когда не пил, но в детстве мы определенно держались от него подальше, когда он был пьян. Тибадо сказал, что у Арнеса Старшего часто случались приступы насилия и пьянства, в том числе один раз, когда он избил наставника Арнеса-младшего, а в другой раз выстрелил в воздух, потому что кто-то болтался на его собственном пляже. Всё это лишь усугубляло трудности, с которыми Арнес-младший столкнулся в детстве. И так, по его собственному признанию, он начал употреблять наркотики как способ разрушить себя, потому что он устал быть с Дейзи Арнесом-младшим. Тем не менее, несмотря на проблемы, оба родителя Арнеса-младшего очень поддерживали своего сына. И несмотря на то, что они были в разводе, они снова начали общаться ради сына, когда Арнес-младший отправился в реабилитационный центр. Они фактически пошли туда вместе с ним, чтобы убедиться, что он получил необходимую поддержку. Для Арнеса-младшего, который смог с их помощью очиститься, это наконец-то стало настоящим голливудским финалом. Если у вас или у ваших знакомых есть проблемы с зависимостью, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия горячей линии по вопросам наркомании и алкозависимости – 8 800 700 50 50.